Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию передач «Тайны вечной книги». Говорим о пятикнижии Моисеевом или Аторе. И выясняем, как же ее читать по-настоящему. Как всегда в студии с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте! Добрый день! Мы продолжаем главу «Ноах» или «Ной». И я бы хотел сейчас зачитать маленький отрывочек, и, как всегда, мы пройдемся по нему. Тот, кто прольет кровь человека, того кровь пусть пролита будет людьми. «Ибо по образу всесильного создал он человека». Здесь такая, знаете, уже первый закон, как бы, вдруг возникает, что нельзя проливать крови человека. Тогда, как бы... Ну, вообще там сказано, проливающий кровь человека в человеке. Да. Вот что вы можете сказать по поводу этого отрывка? Что такое проливание крови человека вообще? Вот о чем здесь сказано? Здесь сказано о том, что человек человеку должен, как минимум, не мешать в его духовном продвижении. Иначе он у него отнимает духовную жизнь. И таким образом вредит себе. Тора говорит о наказаниях, которые ты сам себе делаешь, благодаря или вследствие того, что неправильно влияешь на мир и на других людей. Поэтому проливающий кровь человека в человеке, это значит, что ты даже до минимального уровня, до уровня неживого, кровь-то считается нервный уровень, самый низший свет. Кровь-то уровень нефиш. Самый низший свет. Если ты не даешь человеку духовно развиваться, этим ты духовно убиваешь, тебе за это положена свою очередь. Убивая его, ты на себя вызываешь обратную реакцию общей этой системы с духовной смертью. То есть, если ты останавливаешь или не хочешь духовного продвижения человека, тем самым ты вредишь себе. И даже более того, если ты не помогаешь ему... То есть, в нашем организме мы видим, если какой-то орган вдруг перестает отдавать в полную силу то, что он должен отдавать, он уже считается болезненным. Но мы компенсируем каким-то образом его, ну, принимаем таблетки, лечим, не нагружаем его какими-то определенными сложными, тяжелыми действиями. Но если этот орган начинает влиять на остальные органы, а он, естественно, если он больной, то он не выполняет свою функцию относительно остальной системы, то она начинает уже барахлить, то уже есть проблемы и так далее. Так вот, до какого уровня один орган может мешать другому или один человек может мешать другому? Так вот, если с уровня человека на животное, с животного на растительный, с растительного на неживой, но если даже на неживом уровне ты не даешь человеку на уровне кровь, то есть самая минимальная, самая необходимая для существования сила, если ты и это не даешь человеку в духовном реализоваться, то тогда ты этим умертляешь сам себя. Потому что это так, как, допустим, какой-то орган в теле вдруг перестает функционировать, и от этого умирает все тело. А мы ведь находимся между собой в постоянной и абсолютной связи. Поэтому выходит, что если я кому-то врежу, а вред может быть только один, удерживаю его от его духовного развития, потому что все мы в течение этой жизни должны достичь связи с Творцом, выйти на уровень раскрытия Творца. Если я удерживаю человека от этого, я умертвляю себя. Это ужасно, когда видишь, что делают люди друг другу, и этим же обрубают себя в этой жизни уже все остальные десятки лет, может быть, он уже существует в этой жизни, и существует в ней как животное. То есть ничего уже, никакого с собой, духовного багажа у него не возникает. То есть я спрашиваю, что немножко рисковатый вопрос, если, например, существует семейная пара, и жена не дает... Удерживает мужа? Удерживает, не дает мужу сделать этот маленький шажок. Об этом очень просто сказано. Если жена удерживает мужа, то и жену надо убить. Что значит это убийство, чтобы не испугать... Потому что она тем самым убивает себя. То есть таким образом не имеется... Тора никогда не говорит о физических уровнях, что надо сделать с человеком, а только о духовных. Она этим убивает себя. А почему же тогда не она должна себя убить, а ее должно быть? Потому что в этом ее исправление. То есть показать ей, что она этим духовно себя убивает, этим ты даешь ей возможность заново как бы родиться. То есть в Торе всегда положительные действия существуют. Ну, потому что все должны прийти в итоге к общему исправлению. Наказания как такового нет. Есть исправление, которое нам кажется наказанием. Так же, как ребенку. Нет, я тебе не дам. Нет, я тебя не пущу. Нет, что-то не так. Мы хотим его исправить. Мы хотим его оградить. Ему кажется, это как наказание. С нашей стороны это исправление. Если оно правильно преподнесено ребенку, оно должно быть воспринято им как исправление. Тора говорит о том, правильно ребенок нас воспринимает или нет. Мы как дети. Если мы в эгоистическом состоянии, мы неправильно воспринимаем. Если я чуть-чуть приподнимаюсь над своим эгоизмом, я это правильно воспринимаю. Так вот, Тора всегда говорит о грани, где я неправильно и правильно могу воспринять. И поэтому всегда вот так вот она показывает мне уровень мой, как я могу плыть выше своего этого эгоизма каждый раз, когда мне предъявляются новые и новые эти явления. То есть я могу здесь вывод такой сделать, что любовь – это когда ты даёшь другому вот это, вот сделать этот шаг в духовное. Даёшь ему, помогаешь ему. Это и есть развитие общего организма, и это, конечно, трактуется как любовь. Любовь в нашем мире проявляется в том, что я исследую желания другого человека и хочу их наполнить. То есть я помогаю ему в его развитии, в его наполнении, в его движении. В этом проявляется любовь. Так вот, то же самое, это и есть в духовном вот такая взаимопомощь. В нашем мире она… В нашем мире… Как? В нашем мире уже… Я чувствую, что мне от него хорошо. Вот это и называется любовь. Я чувствую, что он мне… Как бы я его использую. Вот это любовь называется. Я люблю его за это. Это плохо для обоих. Во-первых, я использую его… Этим я, в принципе, действительно использую его. Во-вторых, я использую его своими эгоистическими свойствами, то, что мне во вред. В-третьих, он мне потакает. И потакая мне в моих эгоистических желаниях, он себя даёт использовать себя во вред. То есть, наносится вред и мне, и ему, и нашему общему возвышению. Мы друг другу в этом помогаем. То есть, мы оба тут совершаем ещё общую двойную ошибку. Не я один, и не он один, а вместе. Это происходит вообще катастрофа. Обрубить бы вот такую любовь эгоистическую, которая только нас обоих калечит, не даёт нам возможности духовно развиваться. В первую очередь, вот что надо сделать. То есть, эгоистично вот это вот предложение, которое мы слышим всё время, когда говорят, ты любишь меня. Любишь, значит, должен всё время думать обо мне. Да. Своего у тебя ничего не должно быть, ты должен обслуживать меня. Отвечаешь, да, и тут вот сразу светится всё. Ну, конечно. А что же ещё эгоизм желает? Ну, чуть-чуть надо всё время давать, всё время надо говорить, да, всё равно. На обычном житейском уровне, несомненно, мы должны понимать нашу природу и относиться друг к другу с пониманием этого. И жизнь на жизнь её надо сделать обывательской такой простой, приятной, приемлемой для того, чтобы в ней существовать. Наше тело, оно не поднимается в духовный уровень. Она живёт вот в этих рамках этого мира, эти рамки должны быть приемлемыми, нормальными. Но отдельно от этого должен быть дух. И вот главное, чтобы, успокоив это животное... Чтобы было к этому стремление. Подняться в духе. Обоюдное. Да. В обоюдном, ну, в обоюдном это уже может быть и проблема, потому что мы находимся в такое время, мы с вами живём, что у одних возникает стремление к исправлению, к новому миру, у других нет. Так что могут быть и пары такие, где друг друга в этом не понимают. Но надо с этим смириться. И сказать себе самому, что у другого может быть своя жизнь, духовная. К этому миру отношения не имеющие. Мы встретились в этом мире, для этой жизни. А если кто-то хочет себя реализовать дополнительно ещё и духовно, это его право. Я не имею права это отрывать. Поэтому проливающий кровь человека в человеке, это самое страшное. То есть ты не даёшь ему возможности на минимальный духовный уровень зайти. Вот это важно вот именно так это понимать. Совсем переворачивает всё. Дальше написано так. Радугу мою помещаю я в облаке. И она будет знаком союза между мною и между землёй. И будет, когда наведу облако на землю, появится радуга в облаке. Красиво написано. Не хорошо написано. Не хорошо написано. Не хорошо. Что не хорошо. Абсолютно. Это очень плохой признак. Радуга в небе. Не радуга, которую мы видим в небе. Там этот спектр, да. А духовная. Потому что если я наведу тучи на землю, которые будут заслонять меня от вас. Потому что вы недостаточный, недостаточно исправлены, недостаточно близки мне. И поэтому я навожу тучи, которые таким образом защищают вас от меня. Потому что иначе наш контакт был бы вреден для вас. Он не дал бы вам возможность далее исправляться. Все скрытие Творца, оно только для того, чтобы мы могли свободнее развиваться. Как мать скрывает себя от ребенка, чтобы он чувствовал себя свободным. Чтобы поигрался сам. Развился сам. Так вот, Творец наводит эти тучи, как скрытие себя. И если человек это скрытие не может правильно использовать, тогда он вынужден проявить себя в таком вторичном, как бы, раскрытии, называемом радугой. Семь цветов, то есть это семь основных свойств воздействий от него. Это хэсет, гвура, тиферет, нэцех, од, есот, малхут. Семь основных свойств Творца, которыми он управляет нами. Это так называются силы, семь сил, которые управляют нами. Вот это и есть они, эти силы, и дают нам, ну, в нашем мире, как бы, следствие. Это семь цветов одного света. Так вот, свет, исходящий из Творца, он разлагается на эти семь основных воздействий на нас. Духовный свет и также, соответственно, и физический свет в нашем мире. Так что радуга сама по себе в облаках. От бессилия получается. Это от бессилия человека, это нехорошее, это напоминание Творцом о том, что существует союз между нами, но ты его не выполняешь. Ой, это интересный подход, я, честно говоря, так никогда не говорил. Это абсолютно... Я думал, наоборот, здесь написано союз между нами. Иного комментария нет. Это абсолютно... Это во всех книгах. Мишна, Талмуд, Зор, Каббала, везде... То есть это тревога должна быть. Это тревога, это нехорошее свойство. Пссс. Это нехорошее свойство. Это говорит о том, что... Я вам напоминаю о том, что вы взорвались. И жил Ноах после потопа 350 лет. Всех же дней Ноаха было 950 лет, и умер он. Никакого отношения к нашей жизни это не имеет. Это не годы. Год на иврите называется шана. Шана от слова лишанен, лишанот. Это изменение. Годом называется новое изменение. Как только в человеке наступает новая ступень, которая повторяет прежнюю, но на новом уровне изменение, в которое наступает полностью, как бы перерождение, это называется Новый год. Можно представить, как спираль такая поднимаешься. Ну и спираль, это неважно. В принципе, это по трем линиям поднимается, так как в каком-то лифте, что ли. На двух полозьях, когда идут правая и левая линии, которые идут от Творца. А человек между ними использует две линии в себе, строит себя из этих двух линий сам. И таким образом поднимается все выше и выше. Так вот, эти 350 лет, 950 лет, тысячи лет там есть, разные там 120 лет, 70 лет, 80 лет. Есть разные указания о всяких годах. Имеется в виду только лишь уровни перерождения, как бы внутреннего восхождения человека. Только. Только об этом. Ни в коем случае не воспринимать, что тело могло... Нет, нет, никак. И стал новых земледельцем и насадил виноградник. То есть он уже развился до такого состояния, когда начал работать сам со своими желаниями. Земля, мы с вами говорили уже не раз, это рацион, желание. Да. Разрабатывает землю. Мещает туда что-то. То есть он берет свои желания, переворачивает их. Из чего состоит первая работа на земле? Вскапывание. Вскапывание. Вскапывание это не только втыкает в землю орудие, а переворачивает ее. То есть желание получить и желание отдать переворачиваются, становится желание отдавать важнее, чем желание получить. Вот тогда, если ты в такую землю помещаешь зерно, оно прорастает, иначе не прорастет. Что же он сажает в эту землю? Виноградник, вино. Вино – это свет мудрости. Свет орхухма, так называемый. И, ну, с вином это огромные там целые тома каббалистически написаны о том, что ли творит в нашем мире вино. Ну, вот давайте немножко задержимся все-таки. Ну, немножко хотя бы. Это интересная тема. Свет, свет хухма, и мне лучше перейти с вина на... На воду. Да, на свет хухма. Так вот, этот свет хухма – это свет нашего наполнения. Это наше наполнение. Свет хухма – это свет жизни. Это свет жизни, да. Это энергия, это постижение, это жизнь сама по себе. Поэтому вино – это жизнь. И во всех традициях, и во всех древних вообще культурах. Потому что и в нашем мире это напиток, который не портится. Это напиток, который сохраняется веками. Это напиток, который содержит в себе практически абсолютно все, что необходимо человеку. Абсолютно все. Вот такой он. Я не хочу вдаваться в высшие корни этого винограда, но каббала рассказывает вообще обо всем. Даже если ты хочешь сделать вино, не просто какие сорта винограда, какое соотношение между виноградинкой должно быть, его внутренним и внешним содержанием. Какой диаметр виноградины самый лучше, чтобы площадь кожуры была совместима с площадью мякоти, с объемом мякоти. То есть там такие вообще идут внутри. Ну, это знают, кстати говоря. Собирать его надо ночью, когда он холодный. Вот это совсем особое дело, когда как его срывать. Какая должна быть на нем определенный вид плесени. Его не моют виноград. Из тармантика производства винограда. Да, это целая система, и мы делали свое вино специально по таким рецептам древним каббалистическим. Оно должно расти на определенных склонах, под определенным углом к солнцу, на определенной стороне света. В общем, много чего есть. Но к чему я это все говорю, что, в общем, весь процесс, все изготовление, вот этот остаток, который есть в вине, без которого вино не может существовать, то эти отходы, они необходимы для того, чтобы поддерживать это вино. Кожура. С одной стороны. Нет, выпадение. Садок. Да. Я просто не знаю, как это по-русски. Все это описывается в каббале. Все это является олицетворением анализа света хохма, который приходит к человеку огромного наслаждения, огромной живительной силой, которую нам надо принять, обработать, исправить себя для его получения, наполнить себя определенным образом, чтобы это было вино, не от которого ты пьянеешь, а вино, от которого ты веселишься, получаешь свет жизни. Радость. Да, а не который отключает тебя от жизни. Вот то, что получилось с Ноохом, что он, бедняга, как бы там немножко перебрал. Вот сейчас вот мы отойдем до этого. Я еще хочу задать вопрос. Если все-таки Нооху, вот этому нашему желанию духовному, дали возможность посадить виноградник, это уже означает, что дали возможность. Да, да, да. То есть он уже дошел... Может перевернуть землю, посадить виноградину и получить свет жизни, да? Еще один последний вопрос такой, когда выпивают, говорят, за жизнь. За жизнь. На иврите-то лыхаем. Это не на водку говорят, а именно на вино говорят, да? Да, за жизнь, потому что, чтобы быть уверенным якобы в том, что я это потребляю для того, чтобы приподняться с помощью этого света мудрости на следующую ступень, а не для того, чтобы себя отключить от жизни. Поэтому якобы это олицетворяет мою цель. То есть ради чего я беру этот свет жизни. Потому что он может быть в то же время, как в нашем случае, отключает меня от жизни. Поэтому говорит Лохаин. На самом деле, говорят, за жизнь это говорят, чтобы радоваться, но не опьянеть, да? Ну да. За жизнь. Произошло совсем другое событие с Ноухом. И выпил он вина и опьянел, и обнажил себя посреди шатра своего. Да. То есть что произошло? Он этот свет мудрости, свет хохма, получил без экрана. Не на отдачу, а на получение к себе. Получил удовольствие. На эгоистическое получение. Это не особое удовольствие, потому что при этом человек отключается от высшего мира. И поэтому он, это называется опьянение. То есть отключение от жизни, от настоящей жизни. То есть как бы свет мудрости и свет жизни, если ты его принимаешь в свои эгоистические свойства, то он тебя отключает, наоборот, от жизни и от света. Вроде бы свет жизни. Потому что надо его получать в соответствии с его свойством отдачи. Так вот, это он сделал. И при этом, что он лишился своих одеяний. Да, очень важно. Обнажился. Одеяние человека – это то, что делает его человеком. Это наше свойство отдачи. Наше свойство быть подобным творцу. Когда я одеваюсь, я поднимаюсь от уровня животного на уровень человека. То есть я становлюсь красивым. Можно сказать? Красота – это свойство отдачи любви к ближнему. Это является в виду красотой. Когда говорят, красивый человек – это тот, который любит. Только лишь. Или красивая женщина – только в этом смысле. Видите, что творится. Мы переворачиваем миры с вами сейчас. Так вот, что произошло с Нохом? Он лишился своих одеяний. Он тем, что опьянел, потерял как бы человеческий облик. Человеческий – это свойство отдачи, свойство любви к ближнему. Потому что человек на еврите Адам от слова «доме» – подобный творцу. Перестал быть подобным творцу. Приводился в животное. Все его одеяния исчезли. Но остался посреди шатра. То есть самое внешнее одеяние. У нас есть «шорош на шама гуф левуш и халь». Надо перевести. Корень, душа, тело, одеяние и… Пространство. Нет, не пространство. И халь – это строение. Да. Строение. Так вот, корень, душа и тело, они вместе в нас существуют. Вот во мне как бы существуют. Корень, душа и тело. А одежда уже на мне. Я ее снимаю, раздеваю, одеваю. Своё тело я не могу так с ним сделать. И затем строение. Оно тоже меняется. Шатер. Да, допустим. Или здание, неважно. Ну вот. Это как бы зал имеется в виду. И халь – это помещение огромное, зал. Это имеется в виду вообще все мироздание. Так вот, эти два внешних вида, одеяния и пространство, это замкнутое, да, допустим, шатер, они внешние. Он потерял… Все, кроме шатра. Кроме шатра. Но у него осталось все-таки вот это вот… То есть шатер сохранил его все-таки. Да, но вот эта вот минимальная связь с Творцом у него осталась. Это и есть минимальная связь. Да, самая-самая внешняя. И через нее он потом возвращается, естественно, ко всему своему духовному развитию. Дальше говорится так. «И увидел хам, отец Кнаана, наготу отца своего, и сообщил двум братьям своим снаружи. Тогда Шем и Ефет взяли одежду и положили ее оба на плечи свои, и пошли задом, и покрыли наготу отца своего лицами назад, и не видели они наготы отца своего». Во-первых, все отцы, сыновья, все это является лишь ступенью изначальной. Это отец, следующая ступень его развития называется сын. Первое. Второе. Я бы тут хотел просто сделать маленькую зацепку, крючок поставить. Хам – это тот, от которого его потомки называются Кнааним. А земля Израиля называется Эрц Кнаан, земля Кнаана. Они будут жить в земле Израиля, пока не подойдет народ Израиля от Авраама, от Вавилона, и не займет их землю. То есть вот таким образом тут начинает уже закручиваться следующая… Драматическая ситуация такая. Знаешь, как в кино вы делаете обычно там… Да, 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 мы любим это делать. Через полчаса там чего-то там… Повесить ружье, а потом она стрельнет в конце пьесы. Правильно. Этим он уже закладывает свой следующий плохой контакт с народом Израиля, который случится уже после его следующего подъема. Тем, что говорится, и увидел хам, отец Кнаан обнаружил, то есть вошел в контакт с ней. То есть для него это было нормальным состоянием. А двое остальных, это Шем и Ефет, они наоборот, они исправляют это состояние, накрывают это состояние, и поэтому двигаются дальше, поэтому получают благословение, а хам получает как бы проклятие. То есть он должен будет себя исправлять дальше путем страданий, а эти двое будут исправлять себя путем движения, ну, комфортного движения, что ли, вперед. То есть все вот это вот красивая картина, это то, что хам как бы вошел в соединение с эгоизмом, да, с эгоистическим этим свойством, а эти двое не захотели. Ну, откровенно говоря, между нами говоря, или, как сказать, с точки зрения реализации программы творения, это все необходимо. То есть необходимо раскрытие всех этих наших эгоистических желаний, наших ошибок, это пьянство, это раздевательство, это блудство, это все, что есть в Торе, потом мы видим это все, это все наши внутренние желания, которые должны проявиться в таких образах, в таких видах. И если они не проявятся, мы не будем знать, как их исправлять. Человек обязан пройти через все эти нечистоты собственные, и вот через все это пронырнуть, через всю эту клоаку, и всю ее поднять, всю эту муть поднять, и исправить, и довести до самого чистого света. Вы снова делаете некий переворот, и я вас сейчас попытаюсь на этом деле поймать. Спросить вас такое, значит, не существует ни греха, ни ошибки, если это все необходимо, как вы говорите. Ничего этого нет. Никакого наказания, никакого вознаграждения. Абсолютно. Ась, воздам, такого нет. То есть все это необходимо пройти, все это человек должен пройти, и все, что он себя корит, убивает... В начале, в самом начале, все эти отрицательные, самые низменные, самые ужасные свойства созданы в нас, для того, чтобы мы их постепенно, по мере нашей возможности, подняли и исправили. Когда мы их расправляем, называется, что мы прегрешаем. В чем же мое прегрешение? Я раскрываю это свойство, и в то время, когда я его раскрываю, оно, бум, влавствует во мне, наполняет меня. И вот сейчас это я. Какой-то дикий, какой-то ужасный, маньяк, не знаю, там, урод какой-то там, духовный и так далее. Для других страшный человек. Да. Я должен пережить это состояние в себе. И потом постепенно я это состояние должен перерасти. И исправить на обратное. И следующий этап. Как только я исправил это на обратное, снова, бум, во мне возрождается страшный какой-то человек в другом виде. И снова я должен пройти его, исправить себя. Поэтому мы видим друг на друге, на наших товарищах, на себе, что каждый из нас проходит вот такие внутренние изменения. И мы должны с этим согласиться. Поэтому нужно определенное окружение, которое бы помогло человеку пройти все эти состояния. Но в этой драме он себя делает человеком. Иначе он останется животным. Он обязан пройти через это. Путь к свету через тьму. Да, Рамон, великий хаббалист Борис Алам пишет, что он радуется, что в нем вдруг просыпаются, вдруг какие-то совершенно негативные вещи. О, то, что проходит каббалист, это такие отрицательные ощущения, свойства в себе, раскрытие таких ужасных качеств. А чему он радуется, что у него есть работа, что он переборачивает землю, как мы говорили, да? Он радуется потому, что, исправив их, эти свойства, он делает шаг вперед. Без этого невозможно достичь Творца. Самые-самые низменные, грубые, при своем подъеме, именно они достигают наибольшей связи с Творцом. Только таким образом. К сожалению, передача наша подходит к концу. Дорогие друзья, вот на таком парадоксальном, я не знаю... Оптимистическом. На такой оптимистической ноте мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Будьте с нами. Обещаю вам, передачи будут такие же интересные и дальше. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова